Излемное о подъеме легко понять, какие числа являются, а какие не являются квадратами в кольце целых периодических чисел. Ну смотрите, если число 0, то это, конечно, квадрат. Если не 0, то из него можно вынести максимально возможную степень простого числа p, и тогда оно запишется в виде p в какой-то там катой степени умножить на a нулевое, не делящееся на p, плюс a первое p, плюс a второе p в квадрате, плюс a третье p в кубе, плюс и так далее, и так далее, и так далее. Очевидно, k должно быть четным числом, просто потому что если в аналогичном виде записать число b, которое в правой части должно быть в квадрате, то получится, что k должно быть четным. И a нулевое должно быть квадратичным вычетом по модулю p. И наоборот, если мы о подъеме, следует, что если мы возьмем квадратичный вычет, то вот то, что на скобках a нулевое плюс a первое p плюс и так далее, будет действительно квадратом. Просто мы рассматриваем такую вот функцию, x квадрат минус a нулевое минус a первое p минус a второе p квадрат и так далее, и говорим, что у нее производная в точке такой, что она в квадрате сравнима с a нулевое по модулю p, не делится на p, это самое производное, и лемма о подъеме применима. Если p равно 2, то описание квадратов чуть-чуть хитрее. Ну, то же самое, если число не нулевое, из него можно вытянуть максимально возможную степень двойки, конечно, показатель должен быть четным, это необходимое и достаточное условие. А вот в скобке получается нечетное число, а нулевое равно единице в таком случае, плюс a первое умножить на 2, плюс a второе на 4 и так далее. Так вот, чтобы число было квадратом, нужно, чтобы нечетное число было сравнимо с единицей по модулю 8. В одну сторону очевидно, потому что, когда любое нечетное число возводите в квадрат, то легко понять, что получается единица по модулю 8. Ну, например, просто возьмите число плюс-минус 1, плюс-минус 3, и каждое возведите в квадрат, получается во всех случаях 1 по модулю 8. Или напишите нечетное число в виде 2n плюс 1, возведите в квадрат, получите при этом 4n квадрат плюс 4n плюс 1, а 4n квадрат плюс 4n это 4 умножить на n умножить на n плюс 1. n на n плюс 1 число, делящееся на 2. Так вот, должно, конечно, давать остаток 1 при делении на 8. Оказывается, что это условие и достаточное. Почему? По лемме о подъеме. Применяем ее, когда k равно 1. Если у нас, ну, производная тогда будет делиться на 2, но не будет делиться на 4 в соответствующей нечетной точке. И лемма о подъеме замечательно дает ответ. То есть мы имеем абсолютно понятное описание множества квадратов. И благодаря такому простому описанию мы сейчас научимся отвечать на вопрос, какие квадратичные формы представляют ноль. То есть для каких квадратичных форм существует ненулевой набор переменных, такой, что квадратичная форма от этого набора равна нулю, а какие не представляют. Ну, поскольку любую квадратичную форму можно привести к диагональному виду, просто выделяя полный квадрат, как учат в школьной программе, то нам нужно разбирать диагональные формы. Ну, смотрите, если форма от одной переменной, то, конечно, она имеет вид ax квадрат, где а не равно нулю, и не может равняться нулю, если x не равно нулю. Значит, для формы от одной переменной ситуация очевидна. Если две переменных, то тоже все просто. Пишем ax квадрат плюс by квадрат, и задаем себе вопрос, когда это уравнение ax квадрат плюс by квадрат равно нулю имеет решение в ненулевых числах x и y. Ну, понятно, когда. Когда ax квадрат равно минус by квадрат. То есть, когда числа а и минус b отличаются на квадрат. То есть, если вы умножаете а на минус b, то вы должны получить квадрат. Это понятное условие. Минус ab, то есть, определитель формы, должно быть квадратом. Намного интереснее задача для форм трех переменных. Ну, смотрите, как тогда выглядит такая форма. ax квадрат плюс by квадрат плюс cz квадрат. И нам интересно, когда есть числа x, y, z, не все равные нулю. Такие, что ax квадрат плюс by квадрат плюс cz квадрат равно нулю. Можно сделать следующее. Умножить это уравнение на минус c. Если мы умножим обе части на минус c, тогда получаем минус ac и x квадрат, минус bc и x квадрат, минус скобочек в цз квадрате равно нулю. Обозначим минус ac буквы а большое, минус bc буквы b большое. И видим, что достаточно научиться вычислять так называемый символ Гильберта. Он равен по определению единице. И если существует такой отличный от набора 0, 0, 0, набор x, y, z, что ax квадрат плюс by квадрат равно z квадрат. Смотрите, символ Гильберта в точности отвечает на вопрос, когда диагональная форма от трех переменных представляет 0, 0, 0. Естественно, если таких нет, численность y, z, то есть если это равенство плечет x равно y равно z равно нулю, то говорят, что символ Гильберта равен минус единице. Вот. Оказалось, что это очень интересный объект. Мы сейчас сначала для случая p больше двух, а потом отдельно для случая p равно двум, вычислим символ Гильберта. И у нас получится замечательная табличка. Вдруг выяснится, что символ Гильберта связан с квадратичным законом взаимности, а именно совершенно замечательным образом формулируется квадратичный закон взаимности через символ Гильберта. Я его даже сейчас уже пишу. Оказывается, если вы берете для каждого простого числа p символ Гильберта, то произведение будет равно единице. Единственное, в качестве простого числа p надо брать бесконечность тоже. Или, там ей любят говорить, минус единице. p простое или p равно минус единицу. Тут в некоторых учебниках пишут в этом случае бесконечность. Как сказать о более вещественных числах? Оно соответствует какому простому числу? То есть, на самом деле, оно никакому простому числу не соответствует. Но, если пытаться проводить аналогию, то, смотрите, любое целое число, не нулевое, разлагается на простые числа, и там еще есть множитель плюс минус единице. Вот, разумно считать минус единицу простым числом, только, пожалуйста, не говорите о своем учителе математике, иначе он обидится. Но, тем не менее, если брать произведение по всем простым числам и по минус единице тоже, то, оказывается, квадратичный закон взаимности записывается вот таким замечательным образом. Почему это интересно? Потому что есть обобщение символа Гильберта на более общие, чем более рациональные числа поля, и там очень многое из того, что я сейчас буду рассказывать, тоже единице. И эта форма тоже нужна. И это дает обобщение квадратичного закона взаимности. Ну, давайте работать. Давайте начнем вычислять символ Гильберта. Смотрите, во-первых, очевидно, что число А можно умножить или разделить, но любой квадрат, не нулевой, от этого значение не изменится. Это просто изменение неизвестное. Да, в сколько-то раз. То же самое с В. Поэтому на самом деле нам нужно разобрать следующие ситуации. С точностью доумножения на квадрат, когда В больше 2, любое число равно либо единице, либо некоторому квадратичному нивычету по модулю П, либо числу П, либо П умножить на этот самый квадратичный нивычет. Значит, мы сейчас с вами должны составить табличку размером 4х4. Я выписал формы. Единственное, я выписал все-таки не все 16 штук, а смотрите, х квадрат плюс у квадрат минус z квадрат соответствует вот этому месту. Дальше х квадрат плюс жх квадрат вот здесь. Я не стал выписывать вот эти 6 штук, потому что они соответствуют тем, что у и х поменялись места. Очень во многих случаях можно поставить значение символа директ сам. Смотрите, если у нас есть х квадрат минус z квадрат, а таких много, вот здесь, то, очевидно, берете х равно единице, з равно единице, х равно нулю, и это будет вам нетривиальное представление. Поэтому я сразу заполняю строчку нулю, соответственно, симметричный столбец знаками минус плюс. Это уже, по-моему, нам перечит работу. жх квадрат плюс жх квадрат минус z квадрат. У нас уже много раз встречалась эта штука. Посмотрите, если мы рассмотрим множество всех чисел, представимых в виде жх квадрат, то это будет p плюс 1 пополам в чисел минус х квадрат квадратичных вычетов плюс еще один, когда х равно нулю. То есть p плюс 1 пополам. И если мы рассмотрим множество всех чисел в виде единицы, я, кажется, заберу единицу, минус жх квадрат. Точно так же этих чисел будет, например, просто один пополам штук. Значит, квадратичная форма вот такая нетривиально представляет ноль. Я тоже ставлю на плюс. Отлично. Теперь сюда. Вот. На самом деле здесь будет минус, и здесь будет тоже минус, по очень простой причине. Представьте себе, что жх квадрат минус z квадрат для каких-то целых чисел x и z не делится на p. Тогда понятно, что это выражение никак не сможет равняться нулю для поэтического числа, потому что это на p делится. Значит, у нас же x квадрат минус z квадрат должно обязательно делиться на p. но жх квадратичный не вычинит. Поэтому, чтобы делилось, надо, чтобы x и z делились оба на p. Но тогда это делится на p квадрат. Значит, y должно делиться на p. Значит, получается, что числа x, y, и z все делятся на p, а нас интересуют не такие. Нам нужно, чтобы хотя бы одно из чисел x, y, и z было бы не делящимся на p. Потому что, если их все делятся, то можно на некоторую степень p все выделить, и от этого ситуация не изменится. Значит, сюда ставим минус, вот, пожалуйста, это gp, то есть вот сюда ставим минус, и симметрично сюда. И, между прочим, ровно по этой же причине вот сюда тоже, потому что хоть p, хоть gp, это в данном случае не важно, а значит, сюда идут и два минуса. Хорошо. Осталось всего чуть-чуть. px квадрат плюс py квадрат минус z квадрат. А давайте мы умножим это выражение на p. Тогда получится px в скобочках в квадрате плюс py в квадрате и минус pz квадрат. Так. А теперь умножим это еще на минус 1. Тогда здесь будет минус, здесь тоже будет минус, а тут у нас будет плюс p, да? Коэффициенты минус 1, минус 1 и плюс p. Что же это такое? Это форма вида px квадрат минус y квадрат минус z квадрат. И вот дальше важно следующее. Минус 1 – это квадрат или не квадрат. Давайте я аккуратно эту форму сейчас скажу. px квадрат минус y квадрат минус z квадрат. Нас интересует такая форма. Для этого, как мы уже понимаем, интересно, представляет ли 0 вот эта форма. То есть является минус 1 квадрат. Значит, я должен был сюда написать символ минус 1 по p. Получается, что ответ зависит от того, какой остаток у числа p по модулю 4. Хорошо. А если у нас не p здесь было, а pg, что тогда изменится? А изменится то, что вот здесь будет не минус 1, а минус g. И значит, знак по сравнению с этим, извините, g он бы аналогично не вычет. Значит, я сюда пишу с минусом минус 1 по p. Символы жанра. Ну, из симметрии сюда пишу минус минус 1 по p. И теперь давайте осталось разобраться с формой, когда было pg и pg. Ну, это легко. Это соответствует тому, что здесь у нас были не минус единицы, а минус g. Соответственно, здесь были числа g, а значит, это опять символ минус 1 по p. Все. Мы завершили вычисление символа гильберта для случая p больше 2. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот в этом стала цель в этой строчке. Все плюсы. Здесь 2 минуса 2 плюса. Здесь вот эти противоположные знаки, поэтому тоже 2 минуса 2 плюса. И здесь противоположные знаки тоже 2 минуса 2 плюса. Значит, если вы помните, что такое гамморфизм групп, то, приглядевшись к этой таблице, вы поймете, что символ гильберта обладает замечательным свойством мультипликативности. Давайте я все это учитываю и запомню. Напишу, какие есть важные свойства символа гильберта. Для p равного 2 таблиц существенно больше по размерам, но ничего идейно нового там не будет, поэтому мы потом посчитаем. Сейчас интереснее понять, что же мы уже знаем. Теоретические плюса записываются таким образом. Если есть 2 периодические единицы, то есть числа, которые целые периодические и не делятся на p, обратимые элементы, то символ гильберта равен единице. Если угодно, это следствие Теорио-Шевалле, потому что, когда мы рассматриваем форму второй степени от трех переменных, то 2 меньше 3, значит, она должна нетривиально предоставлять 0. Хорошо, смотрим сюда. p альфа по p. Это вот эти два знака. Если берем квадратичный вычет, то плюс, если не вычет, то минус. Значит, это и есть символы жанра альфа по p. Если вы любое ненулевое число запишите в виде степени числа p умножить на противный элемент, и то же самое p, это n-яя степень p умножить на противный элемент, то если уже знать, что символ гильберта мы сиприкателен, а это мы сейчас скоро докажем, то будет вот такая из этих двух легко получена формула. Символ а более по p, это есть, ну и естественно, еще надо на символ пp попадать, вот этот минус один степень p. Это есть символы жанра альфа по p в n-й степени, заметьте, альфа берется отсюда, а n берется отсюда, умножить на символы жанра b по p в n-й степени, умножить на символ минус один по p в степени m-n. Так, вот это промоула с прикатенностью. Ну и вообще поскольку символ гильберта. Очевидно, а, b, выросало, что б, а, потому что можете поменять местами неизвестными соединениями. Дальше, вот почему это так? Ну потому что здесь форма ах квадрат минус ау квадрат минус z квадрат. Если вы возьмете х равно единице, у равно единице, z равно нулю, то это будет конечно нулю. Хорошо, то же самое здесь. Форма ах квадрат плюс 1 минус ау квадрат минус z квадрат. х, y, z просто возьмите равным единице и получается тоже самое нулю. Здесь, ну понятно, имеется в виду, что а, b, c все равно нулю и числа, и здесь тоже имелось в виду, что а не равно нулю к единице. Вот. Так вот, почему именно это? Очевидно, потому что вы можете неизвестную у заменить на цель. Так, теперь давайте разбираться с следующими двумя строчками. Если символ а, b равен единице, то символ а, c, b равен символу c, b. Для того, чтобы это понять, лучше всего сначала понять вот такой факт. Кстати, он проясняет вообще важность символа Гильберта для всех наших занятий. Мы очень много занимались уравнением пиеля, там похожие вычисления были. Вот смотрите, есть такая лемма. Символ а, b равен единице, тогда и только тогда, когда число а представимо в виде z квадрат минус b, y квадрат. Давайте это утверждение докажем. Ну, во-первых, снизу вверх. Если мы уже знаем, что а это z квадрат минус b, y квадрат, то смотрите, что можно написать. а умножить на 1 в квадрате плюс b умножить на y в квадрате минус z в квадрате равно 0. Замечательно. Это как раз и означает нетривиальное решение. Нетривиальное решение, потому что единица это не 0. У такого уравнения. Чуть-чуть сложнее в обратную сторону. Представьте себе, что у нас есть ах квадрат плюс b, y квадрат минус z квадрат равен 0. Где хотя бы одно из чисел x и xz это не 0. Если x это не 0, то тогда, разумеется, проблем нет. Потому что тогда делим просто все на x квадрат и получаем такое равенство. Ну, по-другому будут другие числа здесь стоять, но понятно, что по сути будет ровно то, что нам нужно. Значит, проблема, когда x равно 0. то есть у нас есть такое равенство b, y квадрат минус z квадрат. Проще говоря, b это какой-то квадрат. И мы должны доказать, что в таком случае число а представимо в таком виде. Ну, господа, известнейший парт. Любое ненулевое число представимо в виде разности ненулевых квадратов. Я, конечно, могу это написать, но, наверное, представьте себе, если вы хотите представить а в виде z квадрат минус сколько-то минус t квадрат b это квадрат, поэтому я могу b, y, обозначен как t квадрат, то мы можем сделать очень просто. Здесь возложить на множестве получим z минус t умножить на z плюс t. И после этого, например, сказать, что пусть z минус t это будет единица, z плюс t это будет а. Понятно, что числа z и t в таком случае удовлетворяют вот этому разницу число а. А решение такой системы есть. z это 1 плюс а пополам, t это а минус 1 пополам. Вот решение есть число в виде разности квадратов представимых. цифровых. Так, теперь мы уже можем заниматься вот этой строчкой. Смотрите, что теперь мы должны доказывать. Что если вот в таком виде, в виде z квадрата минус b и квадрата представимо число а, то число а, c представимо в том и только в том случае, когда представимо число c. Это мы много раз делали, когда занимались равнением дел. Пусть мы знаем, что число а это z квадрат минус b t квадрат. И пусть мы знаем, что число c это какой-нибудь там у квадрат минус b в квадрат. Требуется понять, почему число а c является числом такого же вида. Но здесь есть ниша вещь. z плюс t корней b умножить на u плюс v корней b и z минус v корней b u минус v корней b. Если вы перемножите первые диаскопки и перемножите остальные, то у вас получится z u плюс t v b плюс корень b умножить на z v плюс t u. Вот. И вторая скобка это то же самое минус корень b это то же самое. и соответственно у вас получится z u плюс t v v в квадрате минус b минус z v плюс t v в квадрате вот вот таким образом доказано что если число a представимо а число c представимо то их произведение а c представимо так теперь давайте еще в одну сторону если число a c представимо почему тогда c представимо легко смотреть если число a c представимо и число а представимо то в таком случае а квадрат c представимо но мы показали вот эту строчку а теперь смотрите эта строчка это частный случай в нижней частный случай мультипликативности Потому что, если такой закуперить, вы помните, что AB и AB одно и то же, то здесь можно написать AB умножить на CB. AB равно 1, значит CB и это и есть AC и B. Так вот, способ доказать нижнее равенство нужно рассмотреть на таблицу. Вот смотрите, если мы взяли единицу, то, конечно, плюс нам пусть всегда 3 плюс. Здесь, смотрим, мультипликативность есть или нет. 1 умножить на P, есть P, G на P, это минус 1. Мультипликативность есть. И то же самое, в каждой строке надо проверить. Все выписанные на правой доске свойства будут верны и для двойки. Только для двойки таблица, к сожалению, будет гораздо больше. Вы помните, что, чтобы быть квадратом, надо ставить степень двойки, где четный показатель степени умножить на нечетное число, дающее остаток 1 при делении на 8. Что это означает? 1, 3, 5, 7. Ну, еще то же самое. Дважды 1, 2, 3, 2, 3, 5, 2, 7. Значит, таблица будет размером не 4 на 4, а размером 8 на 8. Начинаем работать для случая P равно 2. Я выписал все 8 смежных классов Группа обратимых элементов кольца целых 2 веточных чисел по ее подгруппе, состоящей из квадрантов. Как видите, 8 элементов. И некоторые клеточки здесь выполняются мгновенно. На всякий случай мы это доказали уже только что. Поэтому я напоминаю, что этим мы будем пользоваться для сокращения работы. В принципе, любую клеточку или таблицу можно непосредственно собрать, потому что, в конце концов, просто надо узнать некое сравнение, имеет ли реальное решение или нет. Но указанная на леводности соотношения иногда будет экономить работу. Смотрим первое. Если, скажем, V равно 1, то, конечно, идеологически надо ставить. Потому что у нас есть форма AX2 плюс Y2 минус Z. Берете A равно 0, Y равно Z равно 1, и получаете 0. Значит, здесь все плюсики. Проходим вертикально при симметрике, потому что V равно 2, тоже получаем все плюсы. Заметьте, уже много лет заполнили. Так, теперь давайте возьмем на самую перезвольную клетку. Скажем, 5, 5, что это за символ? 5X2 плюс 5Y2. Ну, смотрите, если взять в качестве X единицу, в качестве Y взять двойку, а в качестве Z взять единицу. В качестве X единицы. Тогда у нас будет 5 плюс 20 минус 1. Это число делится на 8. Но если число делится на 8, то лемма о подъеме говорит, что все будет хорошо. У нас же у этой формы делитель не делится на 2. Значит, лемма о подъеме работает. Замечательно. Сюда ставим плюс. Берем следующее. 5 минус 1. Это такая квадратичная форма. 5X2 минус Y2 минус Z2. Ну, тоже не проблема. X равно 1, Y равно 1, Z равно 2. Очевидно, я получаю здесь плюсик. Ну, и в симметричную клетку я бы, естественно, тоже сразу ставлю. Хорошо. 5 и минус 5. Но это еще легче. Тогда возьмите X равно 1, Y равно минус 1, Z равно 2. Значит, здесь у нас тоже плюсик. Хорошо. И в симметричную клетку. Плюс. Так, минус 1, минус 1. Это что за форма? Минус X2, минус Y2, минус Z2. Я боюсь, что здесь непредставимо. Потому что какой остаток можно давать квадрат при делении на 8? Либо 0, либо 1, либо 4. И чтобы сделать делящееся на 8 число, мы не можем брать, чтобы здесь у нас были, скажем, 2 единички, потому что они нам дадут непредставимо. Неопредставимо. Значит, я сюда пишу минус. Так. Дальше куда-нибудь надо двигаться. Например, вот это. Рассматриваем клетку 5,2. То есть квадратичная форма 5X2 плюс 2Y2 минус Z2. Ну, смотрим. Если у нас X число нечетное, то при делении на 8 5X2 дает у нас на востатке обязательно 5. При делении на 8. Кстати, могут ли числа X и Z быть оба четными? На самом деле нет, потому что когда у нас здесь число делится на 4, здесь делится на 4, а значит это должно делиться на 4, то есть Y на 2. И получается, что они все X, Y и Z делятся на 2, а мы еще не тривиально решили. Можете одно из этих чисел быть нечетным? Тем более нет, потому что это выражение будет нечетным. Значит, эти числа оба нечетные. А значит по модулю 8 здесь у нас будет 5, ну а здесь будет минус 1. Таким образом, вот 5X2 минус Z2 сравнимо с 4 по модулю 8. А это беда, потому что 2Y2 не может определение на 8 дать остаток 4. Значит, мы пишем сюда минус. А дальше очень важная вещь. Если здесь минус, то по этому свойству минусы пойдут и сюда, и это число 10, это 2х5. Мы вычислили от двойки и вычислили от пятерки, значит сюда пойдет минус и сюда пойдет минус, потому что минус 2 это минус 1 умножить на 2. И минус 10 это у нас 2 умножить на минус 5. Вот, но мы получили 4 минуса и по симметрии мы получили минусы вот сюда. Товлица стала гораздо более заполненной, чем была только что. Теперь давайте возьмем, скажем, вот эту клеточку. Минус 1 минус 5. Что это за форма? Минус X2 минус 5Y2 минус Z2 у нас должно быть нулем. При этом хотя бы одно из чисел X, Y, Z должно быть обязательно нечетное. Давайте посмотрим... Ну, можно я здесь плюс поставлю, потому что либо это так проще. Давайте посмотрим, как у нас здесь остатками. При делении на 8 это либо 0, либо 1, либо 4. На 5 умножаем либо 0, либо 5, либо 4. Ну и здесь тоже самое. Либо 0, либо 1, либо 4. Сумма должна делиться на 8. При этом должно быть хотя бы одно нечетное число использовано. Кому это невозможно. Если вы собираетесь использовать какое-нибудь нечетное число, то никак восьмерка не набирается. Значит, минус 5 минус 1 это минус... Ой, кстати, я могу это и не делать. Потому что, смотрите, я же вычислил минус 1, 5. А значит, минус 1 минус 5 равно минус 1 минус 1. Ну, извините. Вот, лишнюю клеточку я заполнял. Хорошо. Двинемся дальше. Минус 1 и 2. Что это такое? Это, очевидно, плюс единица. Потому что в качестве х вы можете взять единицу, будет минус 1. В качестве у тоже единица и в качестве z единица. Вот, смотрите, у нас форма минус х квадрат плюс 2 у квадрат минус z квадрат. Просто x, y, z берете по единице. Значит, здесь у нас стоит плюсик. Но, если у нас здесь стоит плюс у двойки, а у минус 5 стоял минус, то значит у минус 10 стоит минус. И у минус 1 стоял минус, значит у минус 2 будет стоять минус. А у пике стоял плюс, значит здесь будет плюс. Мы заполнили еще одну строчку, минус 2 плюс, минус минус. Теперь надо разбираться минус 5 минус 5. И опять смотрим, как у нас здесь с остатками. Остатки бывают 0, 1, 4. А при умножении на 5 будет 0, 5, 4. Здесь то же самое. 0, 5, 4. А здесь 0, 1, 4. И можем ли мы набрать число, делящееся на 8, использовав в качестве одного из слагаемых нечетное число? Ну вот, не получается. Не получается. Поэтому все-таки сюда напишем минус. Теперь нужно взять следующую клеточку. Минус 5, 2. Что же это такое? Минус 5х квадрат плюс 2у квадрат минус z квадрат. Давайте смотрим. Остатки деления на 8, какие бывают 0, 1 умножить на минус 5, это площадка 3 и 4. Так, здесь, здесь бывает 2 и 0. И здесь бывает 7, 4 и 0. Можно ли получить число, делящееся на 8, с использованием хотя бы одного нечетного слагаемого? Ну вот, если вы берете, скажем, эту тройку, то вы должны брать эту семерку, а 10 не делится на 8. Нет, не бывает. Не бывает, поэтому сюда пишем минус. А смотрите, минус 5, 5 это плюс. Здесь у нас минус. Поэтому там, где будет 10, тоже будет минус. Так, хорошо. И симметричные клеточки. Здесь тоже 2 минуса. Вообще, я верю, что в этой таблице, ну кроме верхней и самой левой, кроме вот этой строчки, вот этого столбца, вообще-то это должно быть полно плюс и минус. 4 плюс, 4 минус. Поэтому я уверен, что вот здесь должен стоять плюс. Но на всякий случай, конечно, выбежь. Если здесь вот поставить на минус, ну давайте посмотрим, что тогда будет. А тогда все замечательно будет. 3 минус 2 плюс 7 делится на плюсик. Да, действительно. Действительно, здесь плюсик. Здесь плюсик. А если у нас минус 5 минус 2 представимо, если там стоит плюсик, то минус 10 это же минус 5 умножить на 5. А здесь у нас стоит плюс. Значит, здесь тоже стоит плюс. Замечательно. Так, казалось бы, осталось довольно много клеток, 16 штук. Но, заметьте, они все более-менее одного вида. Здесь четное число и здесь четное число. Поэтому сейчас можно применить такой прием. Вот у нас есть квадратичная форма. 2Ах квадрат плюс 2Ви квадрат минус z квадрат. Нам интересно, представляет она? Это реально 0. Я не представляю. Так, давайте мы ее умножим на 2. Тогда получится так. 2Ах квадрат минус 2z квадрат. Теперь давайте еще умножим все на А. 2Ах квадрат плюс 2Ах квадрат плюс 2Ах квадрат и минус 2Ах квадрат. Ну и теперь на минус 1 умножим и запишем в такую виду. 2Ах квадрат минус 2Ах квадрат минус 2Ах квадрат минус 2Ах квадрат. Нас интересует такая трагичная форма. Это означает, что символ 2А, 2Б, такой вот символ, равен, просто вот таким очевидным преобразованием, равен символ 2А минус АБ. А мы все посчитали. Давайте посмотрим, как это будет у нас. Вот здесь скажем А равно Б равно единице. Значит, нас интересует символ 2 минус 1. Вот такой вот символ. 2 минус 1 это плюсик. Замечательно. Или 2, 10. То есть А равно единице, Б равно 5. А что такое 2 минус 5? Это вот этот, вот это минус. В общем, ребята, в этом духе можно завершить, просто считывая уже найденные результаты, можно завершить таблицу. И получится вот что. По тому правилу, пользуясь тем, что мы все остальное уже посчитали, можно завершить, ну и не только так, может быть, по-другому. Это лучше самому понять, посмотреть разные клеточки, убедиться, что все хорошо заполняется. Главное, в каждой строке, кроме первых, по равну, плюс и минус. Символ или как-нибудь прикателем. Можете по каждой строке проверить. Мы заполнили таблицу. И теперь, смотрите, легко проверить, что левый верхний угол ее, там, где стоят числа 1, 5, минус 1, минус 5, подчиняется вот такой вот форме. Минус 1 в степени альфа минус 1 пополам умножить на бэльфа минус 1 пополам. Ну, что это означает? Вот, если мы берем пятерку, то, смотрите, здесь все 4 плюса. А если мы берем минус 1 или минус пятерка, то 2 плюс 2 минуса. Точно так же, здесь все 4 плюса. В общем, проверить, просто посмотрите варианты и убедитесь, что вот этот вот угол описывается такой формулой. Минус 1 в степени альфа минус 1 пополам, может, об этом минус 1 пополам. А если смотреть, когда одно число четное, а другое нечетное, то есть, если смотреть вот такой вот, то это будет минус 1 в степени альфа, альфа квадрат минус 1 разделить на 8. Ну, посмотрите, внимание, вот, нужно посмотреть на эти 4 клетки. И символ Гильберта оказался мультипликативным. Можете в какой-нибудь строке проверить, что эта мультипликативность есть. То есть, тут важно, что органу в любой степени, кроме первой, плюсов и минусов. И вот, и поэтому можно написать окончательную формулу. Если число А, представлено на нулевой полиции, представлено в виде какая-то степень, умножить на обратимое число, Б, это 2ВН умножить на обратимое число, то символ Гильберта АВ по 2 вычисляется вот такой формулы. Минус 1 в степени альфа минус 1 по полу умножить на БТа минус 1 по полу, плюс М умножить на БТа квадрат минус 1 делить на 8, плюс Н умножить на АВ квадрат минус 1 делить на 8. Таким образом, мы можем теперь любой символ Гильберта найти, ну, на всякий случай, конечно, я должен написать и для минус 1, и для той самой сконечности. Как же там будет выглядеть обличка? Совсем просто. Там всего-то у нас варианты будет, это обычно 2 на 2, да, это, посмотрите, плюс-минус, бывает плюс 1 коэффициент, а это минус 1, плюс 1 минус 1. Вот это у нас форма x квадрат плюс y квадрат минус z квадрат, она, конечно, представляет. И вот все вот эти представляют. А когда форма минус x квадрат минус y квадрат минус z квадрат, то она не представляет. Вот, потому что, если угодно, и для бесконечности, то же самое минус единицы, можно понять, как считать несимую природу. Субтитры создавал DimaTorzok